Другой автор. Я не помню, кто. Грачи прилетели в Лемнеке. Вот сюда. Сокажи. Ну, ранняя весна. Ну, в Бокишелье там такие... Вот, возьмите того же грача у, допустим, этого... Вот это немножко сумасшедший, который я посветил. Ван Го. Значит, пшеничное поле, просто золото на земле. Игроки вот селитают, черные. Ну, неприятная картина. И, естественно, когда мы тогда начинаем изучать, как с лицей провели, кто нарисовал этот компромат. На пшеницу, на человечество. Кто нам подсунул эту свинью? Сумасшедший человек, Ван Го. А стоит 40 миллионов долларов. У меня копейки лекарства стоят. Они приносят здоровье. А копейки стоят. В воздухе, солнечный свет и вода вообще бесплатно Бог нам дает. А Ван Го написал, говорит, что там 2 фунта... Когда-то 20 будут давать фунтов стерлинг за эту квартиру. Вы працюете для телевидения, с чем мы сперкуемся с вами так. Ну, теперь же и вы працюете. Да, но это для телевидения, для людей, которые интересуются тонкими энергиями, тонкими чувствами. Потому что эти люди на вершине волны. И их устремление соответствует эволюции. Все в мире будет утончаться. И облагораживаться. А вот такой светлый путь у нас впереди. Ну, это и есть эволюция, что мы должны как бы расти в духе. А раз в духе, значит, мы должны от материального освобождаться. Входи в тонкие... Точнее иметь над ним власть, а духотворять его. Даже материя будет утончаться. Она будет не столько сама по себе, сколько из-за повышенных качеств относительно действия, там, шишковидной связи с гипофизом, люди будут видеть сквозь материю. Ну, и материально говоря, будет утончаться до исчезновения. Например, одна планета в нашей галактике вообще уже утончилась. Видимо, там человечество прогрессировало так, что и планета подтягивается. Потому что душа планеты – это человечество. Душа планеты. И оно руководит планетой. На хорошо или на плохо – это другой вопрос. Но там планета уже растворилась. То есть она осталась в другом измерении. Она потихонечку ушла в другое измерение. Ну, как вот человек, выйдя из тела, в так называемую смерть. На самом деле он рождается, и он не умирает, он рождается совсем в другом мире. В тонком мире. А уже в каком месте? Ну, там есть фильтры разные места. Но медиум уже выходит ненадолго там на какой-то период? Медиум вообще не выходит. Это его астрал может выходить. Он обычно по созвучию притягивает людей, духов, точнее, людей, которые были не очень добры. Ну, может быть, тщеславные. Им хочется покомандовать, поиграть, может, черный юмор, что-то подсказать. Такое, что… Может, сами верят в эту ерунду. Ну, вот. А что-то могут и правильно сказать. А где-то им там с горы бывает что-то виднее. Поэтому, ну, у них устремления часто такие, невыгодные медиумам. Они могут парализовать его волю, его здоровье. Могут отнять. Могут. Им нравится командовать. Они на земле, может, любили командовать. Или наоборот. Ими все время командовали. И им хочется покомандовать. Они хотят управлять медиумом. Медиум, он же тоже, как бы, привлекать вибрацию. Но если он уже тренирован… Уже привлек. Уже привлек. Вопрос, кого? Ну, да. И тот, который он привлек, очень часто хочет его оседлать. И им командовать. Да, да, да. И невольно использует его эндоэнергию, короче, его, если просто. Эмманации, да, вот эти? Да, эмманации. Ну, у них есть термин просто. Я не хотел свои выдумывать, а тут поздравляю. Потом вспомните еще. Ага. Он вот эти эмманации использует как топливо для себя. Он может материализовать себя через это. Так вот, как бы, гальванизируется. Электричество берет от человека его. И он появляет, как вот тот донор получает кровь от донора. Да, да. И на какое-то время ему это служит. Но чтобы снова скачать с этого человека и материализовать себя на земле, хоть каким-то образом, хоть в виде призрака или там лектора какого-то, на что-то ему нашептывать, его надо опять заставить выделять это, не эндометрии, господи, эндотелий, по-моему. В эндотелии. Он использует как топливо, он материализуется в той или иной степени, не полностью. А может и показаться призраков. И снова что-то говорит и рассказывает. Но он же тем самым скачивает этот телий, с того числа медиума. И медиум страдает. Так или иначе он быстро устает, утомляет, заболевает. Ну да, должен восстанавливаться. Очень тяжело. Он может, да, попасть под полный контроль этого человека и далеко не благоприятно. Это как одержимость положить. Да. Этот человек далеко не... Ну, средней паршивости бывает редко, а так очень бывает низкого уровня. А есть и такая, в общем-то, бывают встречи с хорошими духами, которые искренне, как аватар, может, хочет служить человеческим состраданием или там людям. И бывают и такие. Поэтому, ну, всякую информацию, в том числе от медиума, надо фильтровать. Конечно. Нет, просто есть действия избранной души, которые приходят уже, как бы, с мудростью, защищенностью. Ну, возьмите Ванга, по ее же словам, то, что ей приписывают, это одно, и оно под вопросом. А то, что сама она говорила, как я устала от этих мертвых толпятся, в окно лезут, передай привет там твою родную брату, передай, скажи. Други говорят, а я хочу вот вам сказать, что там будет пожар или... Они очень часто ошибаются, люди принимают... Фактически, она медиум была. Ее ясновидение было не было ее, оно было от тех. Настоящий ясновидящий, как, допустим, аватар, бодхисатва или архат, он сам видит. Он видит, ну, почти в чистую. Нельзя сказать, что абсолютно точно всегда может сказать, потому что там много параметров. Человечество имеет свою волю, не всегда хорошую. Она может изменить будущее. Она как бы не просто восприняла напрямую, как бы из банка данных, да? А вот эти ей приносили, приходили ей приносили. Эти люди, которые ушли из тела, но хотят, они привязаны к земному, к земле, к каким-то людям. Но все равно там с ее стороны должна быть, была какая-то фильтрация, какая-то чистота. Иначе бы ее дурачили вообще бы там. Она старалась, но очень уставала. Куча бы ошибок было там. Куча ошибок. Ну, и очень много, если ясновидения якобы, они не сбывались, конечно. Именно потому, что те люди, может даже из лучших побеждений, что-то хотели предупредить, подсказать, но просто ошибались. Они не верили. Он, например, взять классический случай одержимости, где доктор Попов еще в царском правительстве исследовал это явление. По России ездил, а вообще по той империи ездил. И он сам не верил никакой ни в одержимость, ни в наите, ни в правительство. Он просто как врач был объективен, констатировал факты. И говорит, в каждом селе, в каждом приходе есть из десяти один-два одержимых. Обычно это женщины, истеричные женщины. Они как раз привлекают вот этих духов различных, созвучность ее, менталитетом, с ее эмоциональным статусом. Привлекают. Вот она впадает в трасс, начинает там пена, дергаться, как эпилептик. Потом начинает говорить. Иногда даже не своим голосом, а голосом того, который к ней пришел. Иногда своим голосом говорит. Их уважали и ценили. Почему? Потому что если украл лопату сосед, он приходит у нее спрашивать. Именно в состоянии одержимости вот этой траве. И она может с помощью этого держателя видеть нечто большее, чем просто земным зрением. И как то из того измерения, вот как с большей горки дальше видно. И она говорит, вот такой-то сест Петров Ивановой, это он стебнул у тебя лопату. А другие спрашивают, а когда вот урожай сеять или собирать, какие дни? Она может подсказать. То есть какая-то польза была. Но тут же может материться по черному. Вы говорите, что папа вызвали, пока я тут вам рассказываю доброе дело делаю. Вы уже мне папа вызвали, я же его вижу. А папа то аж за горой и за лесом. Никто его не может увидеть. Она видит. Но не она видит, а тот одержатель. И начинает, а он не любит его, потому что папа на четко делом, а для них воняет. Все нам пахнет, им воняет. Ну да, гонять будем. Гонять начинает. И он начинает ее настраивать. И мат-перемат. И сила бывает за семерых. Там ее удержать. Никто не может. Это он описывал. Написывал этот доктор и не верил. Дело говорит просто констатировал факт. Да факт, да. Ну говорит, да, факт. Сам удивляется. Говорит, наливаю, говорит, 20 стаканов воды. Один из стаканов. Освященная вода. И говорят, есть в состоянии одержимости вот этого приступа. Говорит, ну скажи, где тут вода хорошая, вкусная, а где плохая? А, пробует, пробует. Да, вся вода хорошая. До освященной доходит. Ой, какую гадость. Вы меня подсунули. Вы меня травить хотите? Говорит, это один из критериев. Я потом и в других источниках читал. Но один из критериев, что вот они чувствуют эту силу. Видимо, когда человек освящал, освященник там какой-то, то, наверное, что-то происходило изменение в воде. Которые вот мы не видим, не чувствуем, может быть. А некоторые вот задержатели, по крайней мере, чувствуют. Ну, говорят, что вот это, вот в нашей книге тоже мы этот вопрос задавали. Это получается благословение тонкого плана, там, где вознесенный в воде, ну, там, где Иисус, да? А есть еще ближний план, это огненных миров. Вот именно сам эффект заряда идет от огненных миров. Он как бы имеет потенциал, да, он имеет потенциал, как бы воздействующий, как бы, поэтому они его и чувствуют. То есть, энергия Иисуса, как бы, ментальная, а та, как бы, да, энергетика, она ждет, она чувствительная. Поэтому, если они имеют какие-то подключки, или у них природа настроена уже на, ну, на чистильщик, на загробные, эти нижние энергии, то огненный их сжигает, для них это уже, как бы, они уже не выдерживают этого потенциала. Все, есть энергия, все, есть огонь, но в разной степени качество. Поэтому даже мысли, добрые мысли, они чувствуют, как огонь. Ну, да, а уровень огненных миров, это, получается, это жесткая иерархия, то есть, это иерархия силы. Есть учитель, есть ученик жесткой иерархии, то есть, есть авторитет, а есть ученик, то есть, вот, четкое поклонение. Вот, вот эта иерархия, она обеспечивает этот поток энергии и вот этого взаимодействия. А там, где Иисус, там наоборот, там нет иерархии, там все наоборот. То есть, кто хочет быть первым, пусть будет последним. То есть, как бы, уступают. То есть, если в огненных мирах, это... Надо развернуть, и каждый по-своему. Нет, вот я вот рассказываю, вот, Владимир, если в огненных мирах, кто сильнее, тот и прав, как в боксе, как в спорте, да, как, вот, как генерал там в армии. Так у Иисуса, наоборот, поддавкать, кто кому простил, кому кто уступил, то есть, вот, вот, эта мудрость, вот, отсутствие агрессии. Я с этим не могу согласиться, Игорь, там есть расшифровки, и были глубокие, и были тонкие. Может быть, это просто, как слоеный пирог, может быть, можно и так сказать. Ну, так оно есть. Я думаю, что это на поверхности лежит то, что вы говорите. А более глубокие вещи, ну, служат ключом, потому что в Библии часто замок без ключа для многих людей. Ключ здесь к этим высказаниям несколько другой, и часто бывает неожиданной. Вот, если вы говорите, спасибо, ну, оставьте, мы это кому-то распространим, если. Ну, вот, любую формулу из того, что вы сказали, вот, возьму, ну, предложите, кукой, мы сейчас проанализируем, что из хозяина допустим огнеек и позицию в Библии. Ну, вот, какая вас интересует формула? Ну, допустим, подставщику, вот такая провоцирующая, подставщику, удалив по левую, подстав правую. Провоцирует, потому что, ну, это возмутительно, провоцирует на критику. Ну, что-то я должен поддавать, что соучастник преступления, мазохист, что ли, да? Меня бьют, а я должен с этим соглашаться. Тут провоцирует на негативную эмоцию, именно на негативную, на грязь. Я не об этом говорил. А попробуй отдать сдачу, но... Не, не, смирись, подставь. Как мазохист левую щеку. Имеется, во-первых, духовный план, прежде всего, а не щека. А во-вторых, имеется в виду, что проявляя не слабость, как многие могут подумать, провоцирует на мысли о слабости. А смирение, как покорность и соучастие против себя в этом преступлении. Человек ударил, а я еще и этому его поощряю, конечно, чтобы он еще меня ударил. Не это имеется в виду, а что человек сильный, поступает конструктивно. Если вы видите ему, что его сила духа, который смиряет ответственную агрессию, так велика, что он даже не обиделся, не рассердился и не проявил агрессию против обидчика, а наоборот, силу показал, что ты можешь меня еще ударить даже. И по правой щеке, если ты ударил, по левой. Но я на тебя не обижу и мстить не буду. Я покажу пример мощной воли, которая побеждает в себе эмоции, агрессии и страха. Хорошее объяснение, конструктивное. Защиты, побеждает. Но молятся, не ведают, что творят Христос, молятся за твое благополучие. Вот ты сделал неверный поступок, ты меня ударил. И я-то тебя прощаю, я не берусь быть судьей, но Бог. Однам и Бог. Как он с тобой поговорит на эту тему, что ты беззащитный человек? Он даже не ответил на грех. Почему ты его, как ты мог? Потому что фактически прощения то нет. Прощение есть в этом смысле, что я не берусь судить. И в этом сила, а не слабость. Но причина рождается лес и будет судимым Богом. И он получит побольше, чем я бы ему ответил, если бы это со мной происходило. Это мудрость, обеспеченная силой. Сила, мудрость. Поэтому это позиция силы. А без расшифровки кажется, наоборот, слабость. Ну да. Слабый такой, он не может ответить, защитить себя. Поэтому требуется священник. Он поп или просто человек, который достиг мудрости. Он может объяснить и разъяснить. И вот таких позиций, на первый взгляд, довольно сложных, которые просто объясняются, если их понимаешь, глубины. Таких позиций в Библии так много, что обязательно нужен человек, который может разъяснить, что имелось в виду. Да, да, да. Возьмите даже на горную проповедь, она написана не для всех, а для посветленных, продвинутых. Потому что сила мысли, гляну, и глаз себе выколет. Имеется в виду, что сила взгляда, есть понятие взгляд йога. Третий глаз, глаз Шивы. Один глянет, если дурная мысль, но очень сильная, может удивиться. Или этот человек может заболеть. Поэтому контролируйте свои мысли, свои взгляды. Они должны быть дружелюбные. И называют сглаз, сглаз, сглаз. Поэтому на горную проповедь для таких людей, не чувствуя ответственность, если ты сильный, ну понятие силы относительно. Поэтому я бы сказал, что в принципе на горную проповедь надо читать все. Иисус дал очень высокую планку. Здесь очень высокая планка, это действительно для подготовленных людей. Потому что все равно нужны учителя, чтобы расшифровывать. А Иисус говорил, что нету там, какой я там учитель благой, когда к нему обратились. Учитель благой, а только Отец наш небесный. Что ты меня святым десет. Да, да, типа я ничего сам не знаю, не понимаю. Есть иерархия, есть светлые силы. А кто будет бескометчик? Да, да, да. Спасибо, спасибо. А ты, Саша, еще будешь видеть? Спасибо.